За 85-годовую историю Республиканская гимназия «Колледж» подрихтовала не только шерох выдатных выканавцев, а левых кладчиков. Лепшие язык подчас концерта в Белдзержфилармонии были отзнашены гоноровыми грамотами и нагрудными знаками Министерства культуры. Владимир Михайлович Кузьменко, тогда директор этого замечательного учебного заведения, которое называлось в то время лицеем, пригласил. И после того, как я сдал вступительные экзамены, дал возможность этому гадкому утенку, как я говорю, прикоснуться к этому яркому и интересному вообще зданию и в целом учебному заведению. И да, в 2003 году я закончил это учебное заведение и был знаменосцем, как яркий выпускник данного учебного заведения. И в дальнейшем закончил Академию музыки, был солистом Белорусской государственной филармонии. Ну и никогда не думал, что стану руководителем. Традиционно распочал концерт, гимн гимназии и колледжа и выступления лауреатов международных конкурсов с лику новученцев. Сыродых и музыканты, оркестры, выделники хора и сольные выканавцы. Когда в 1935 году их было всего около 30, то сейчас в основе занимаются более 440 новученцев, которые имеют махчимость выступать на разных плясовках. Я выступаю с оркестром уже в 12 раз. У нас представляется огромная возможность выступать в большом зале нашего колледжа, в Белорусской государственной академии музыки, на международных конкурсах. Запись великого юбилейного концерта вела творшая команда Белтелерадо-компании. И у худким часе телеверсию мероприемства смогут убашить глядаши телеканала «Беларусь-3». Объективы шматликих камер не спужали юных выканавцев. Телесъемка придает ответственности и заставляет играть еще более лучше, потому что тебя посмотрят на телевизоре, но даже если тебя не снимают, ты должен стараться играть хорошо. Глядачы уважливо сошили за каждой взятой нотой, бо с радык были выкладчики и профессийные музыканты. Яны дарили аплодисменты до опошнего номера, подчас якого прокучала премьера на музыку Алена Трахович.